Я человек, который готовит ракетки спортсменам для игры. К ракетке. Каждый год все равно все мощнее и мощнее. Это же война композитов. Жесткость рамы, предположим, выше предыдущей модели на 15%. А дальше закон сохранения энергии. Меньше потерь энергии на деформацию в момент удара, значит, больше энергии возвращается мячу. Ракетка становится мощнее по сравнению с предыдущим поколением. Соответственно, возрастает скорость. По весу, по балансу все, игроки выбирают под себя. То есть они, если вешают, скажем, свинец сюда, но хотят сохранить прежний баланс, то снимается заглушка ракетки, туда закачивается гель или туда могут вставляться свинцовые пятаки. То есть там вариантов массы. Были срезаны старые струны и к матчу опять сразу новые. Причем струны были довольно свежие, которые пришлось срезать. Просто спортсмены, они приучены играть свежими. Пока она максимально мощная, максимально управляемая. У нас на Кубке Кремля, по-моему, рекорд 0,21, 0,22 ракетки. Девчонка порвала за турнир. Когда холодно, струны становятся более жесткие. И, соответственно, жестче становится ракета. Когда играли в Аргентине, в Кубок Федерации, было очень холодно. И Анастасии Мыскиной после натяжки я держал ракетку около обогревателя. Для того, чтобы она не потеряла свои игровые свойства. И нам давали одеяло, когда мы выходили играть. И вместо того, чтобы самому укутываться, я укутывал ракетку и держал ее в тепле. И по договоренности с Настей у нас получалось так, что она чувствует, что ракетка уже потеряла свои игровые свойства. Она приходит, кто отдает, а я разворачиваю одеяло, даю тепленькое, свеженькое. И тогда уже на себя натягиваю одеяло. Коля Дивиденко. Он всегда вечером играет последний матч. И, наоборот, говорит, натягивает только вечером. Потому что за ночь натяжка теряет свои усилия на определенные полкило-килограмм. В 2002 году Кубок Дэвиса у меня расписывалась вся сборная. Когда мы выиграли первый раз Кубок Дэвиса. Когда у Михаила Южного осталась одна ракетка целая, две были порваны, а три были сломаны. И если у него рвется ракета, то вообще нечем будет играть. Здесь тоже драматичность заключалась в том, что как можно быстрее сделать и вернуться на аккорд, чтобы не подвести его, не подвести команду. Все успели, все сделали и победили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова